А вы знаете, что далеко не весь мир захрестнула волна необоснованной русофобии? По сути, русофобия – это признак глупых и необразованных людей. Приведу пример. Мой товарищ живет и работает на Бали. В Индонезии, как известно, титульная нация – это яванцы, мусульмане по своей вере. Так вот, все яванцы выступают за Россию. Во-первых, они не любят Америку и разумно воспринимают конфликт на Украине как конфликт Запада и России. Во-вторых, в Индонезии велико влияние Китая, где очень сильны сегодня пророссийские настроения. И многие индонезийцы смотрят китайские тиктоки с нашим парадом 9 мая, где наши русские солдаты громко кричат «Ура!». И «Ура» стало для индонезийцев мемом. Если они видят на острове русского, они приветствуют его криком «Ура!». В-третьих, индонезийцы увидели в тиктоке ролики, где чеченские бойцы молятся в украинском лесу, а их охраняют русские солдаты. Им очень нравится такое почтительное отношение к их вере. И они понимают, что если их единонезийцы из Чечни воюют за Россию, значит, правда, на стороне России. Значит, это крестовый поход российских мусульман и христиан против бездуховного Запада. Также у моего друга есть два товарища-экспата. Один из Голландии, второй из Австралии. Они оба обеспеченные немолодые мужчины с хорошим образованием. И они оба за Россию. У голландца вообще дед был антифашистом, которого убили за участие в подполье нацисты. И он говорит моему другу «Правда на стороне России. Я видел, под какими флагами воюют ВСУ и Азов. На этих флагах свастика. Я, как внук антифашиста, конечно, буду на стороне России». Да и австралиец после беседы с моим товарищем тоже принял сторону России. На том же Бали украинцев сравнительно немного. Если сравнивать их с числом русской диаспоры. И они ведут себя тихо. Но вот тоже был интересный пример. Одна украинская пара держала популярную баню. Куда в основном ходила местная русская диаспора. Записываться в эту баню нужно было за один-два дня. Так вот, эта украинская пара провела антироссийский митинг. И в итоге за это была наказана рублем. Больше в эту баню никто не ходит. И они сейчас скоро прогорят. Таким образом, за русофобию приходится расплачиваться.